Эти одиннадцатиклассники выпускаться будут не из родной Альма-Матер. Они вместе с другими учениками школы номер 16 полугодия начали в первой школе Соктывкара. Сменили место учебы свыше 400 учащихся. Это 21 класс. Родительская общественность боялась и отставаний в учебе в чужих стенах, и травли со стороны других школьников. Но, со слов ребят, эти опасения напрасны. По территории школы мы спокойно можем передвигаться, никаких проблем нет. И конфликтов тоже. У нас спокойно приняли. Лично мне это даже лучше, потому что мне стало ближе добираться до нее. Теперь я могу ходить пешком, не на автобусе. Так, ну, вот я уже адаптировался к нынешним условиям, и мне нравится. Школьники из 16-й. Первые учатся в две смены. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, куда приходят преподаватели-предметники. Но ученики признаются, вначале было некомфортно. Вроде как не могли найти всем учебные классы. Но проблема оказалась временной. Все быстро решилось. Дети, когда заходишь к ним в классы и спрашиваешь, есть ли проблемы, они все говорят, проблем нет. То есть они у нас практически все решены. Все эти нас и администрация, и педагоги достаточно приветливы. Приветливо. То есть мы не ощущали, что мы здесь лишние. Поэтому наши ребята приезжают в эту школу. Сейчас уже пошла вторая неделя. Ощущают себя как учениками в школу номер 1-16. А это завтрак в коме национальной гимназии, куда перебралась школа номер 4. Теперь здесь осваиваются 384 ребенка. Перемены, в которые питаются дети, не сокращали по 20 минут, а обычные по 10. А вот продолжительность урока уменьшилась на 5 минут. Но руководство школы уверяет, все соответствует санпинам. Урок не может быть меньше 30 минут. Это правило соблюдается. 35 минут хватает для проведения полноценного урока. Со стороны педагогов не было никаких замечаний, со стороны родителей нет замечаний. И, соответственно, учащиеся тоже достаточно спокойно также воспринимают урок. И весь материал, который должен быть дан нашим ребятам в течение урока, все успевают. Коллеги немножко подстраиваются, корректируют. Но, тем не менее, все, что положено, все проводится. Здание у школы номер 4 на Орджоникидзе больше половины века. Капитальный ремонт никогда не проводили. Поэтому реконструкция очень вовремя. Учебный процесс от таких глобальных перемен не пострадал. Педагоги потрудились и над тем, чтобы новым ученикам в их школе было комфортно и безопасно. У нас здесь две перекрестные камеры. Что здесь в гардеробе, что в следующем гардеробе. Поэтому в раздевании проблем у нас не возникает. Когда большая масса народа идет с утра, например, после шестого урока, после седьмого урока, когда заканчивается образовательный процесс, у нас обязательно здесь дежурит дежурный администратор, дежурный учитель. То есть он регулирует потоки. Гимназия приняла 17 классов. Пятый и одиннадцатый учатся в первую смену, остальные во вторую. Расписание составляли долго и тщательно, чтобы сбалансировать процесс и не нагружать занятиями ни учащихся, ни учителей. Продумали до мелочей. Сделали логистику, расписали, нарисовали вот эти стрелочки, где какой класс, куда идти, какой кабинет. С ребятами беседовали, разговаривали. Мне кажется, что как раз ребята, это достаточно коммуникабельные дети. Им очень, наоборот, интересно, что завести новых друзей. Общественный совет будет и дальше следить за ситуацией в школах, а позже проинспектируют и капитальный ремонт в зданиях. Контролю вскоре обещали подключить и родительскую общественность.